Девушки отдыхают В этом году старец Фура приглашает вас присоединиться к новому захватывающему приключению. Вместе со своими верными помощниками он вновь готов бросить вызов участникам игры. Смогут ли они добраться до сокровища? Это вы узнаете прямо сейчас в новом выпуске «Форт Боярд». «Форт Боярд». При участии департамента «Приморская шаранта» Идеи игры Жек-Антуан и Жан-Пьер Митроссей Ведущий Оливье Мин Режиссер Франсис Котт Продюсеры Франк Фермен Гион, Пьер Готт, Гиом Ромен Форт Боярд Добрый день и добро пожаловать в «Форт Боярд». Всю зиму старец Фура без остановки придумал испытания для участников нового сезона. И теперь нас ждут новые сюрпризы, которые скрываются за таинственными дверьми крепости. За ними вас ждут удивительные открытия, симуляторы авиаполёта, сейф, который почти невозможно взломать. И мы даже отправимся в космос. Вот куда попадут наши участники в сегодняшней программе. Они полны решимости получить сокровища, пришло время познакомиться с ними. Сегодня вечером в «Форт» приплыла Эф Анжели. А вместе с ней Фофото и Максим Доремес – хореографы. Кинва – певец. Брайан Джубер – фигурист. И Вилли Ровели – юморист. Все деньги, которые участникам удастся выиграть, будут пожертвованы в фонд защиты животных. Пожелаем им удачи. Беги, Пасмирай. Пришло время для первого испытания. Чтобы успешно пройти все испытания, мне, как и всегда, будет помогать бессценный Пасмирай, посланник Старцифура. Перед каждым испытанием он будет приносить мне свиток, который укажет нужную камеру, в которую мы с командой отправимся. Пасмирай, что ты делаешь? Ты что, живешь теперь в водостоке? Тебе говорили, что у тебя очень богатый внутренний мир. Цилиндры. Цилиндры? Правда? Ах ты плот. Ну ладно, цилиндры, так цилиндры. Цилиндры. Вот и наша команда Паспарту и его верный помощник. Привет, Оливье. Мне кажется, мы с вами сегодня запутаемся, кто есть кто. Мы как на пробежке. Так и есть. Привет, Фофф. Привет. Привет, Брайан. Привет, Максим. Добро пожаловать. Вот и удар гонга. Я выдохлась. А это значит, что ваше приключение начинается прямо сейчас. Это еще не все, я уже выдохлась. Нет, все только начинается. И вам предстоит найти семь ключей. Они понадобятся вам, чтобы открыть сокровищницу. Да, сокровищницу. Буду вам подсказывать. Придется, видимо. У вас вид какой-то потерянный. И я бы хотел, чтобы ты обращался ко мне на вы. Конечно, конечно. Я всегда со всеми на вы. Ты уже боишься? Да, я в ужасе, друг мой. На свитках, которые будет нам приносить Пасмюрай, будет написано имя участника, который входит в камеру. Так что решение я, старец Фура. Злодей. И в камеру с цилиндрами войдет... F. Хорошо. В известной песне поется F, проснись. Я бы сказал F, ползи, ползи. Нет, я боюсь ползти. Давай. Все получится. Внимание, один, два, три. Поехали. Вперед, дорогая. Куда идти? Сюда? Сюда? Тебе нужно забраться на цилиндр. Говорите громче. Давай, вперед. Осторожнее. Ползи аккуратнее. У тебя есть время. Есть время. Спокойней. Спокойней. Вот так хорошо. Осторожней. Давай, время еще есть. Забирайся снова. Давай. Не спеши. Все получится. Время есть, дорогая. Не спеши. Еще даже половина времени не прошло. Аккуратно, аккуратно. Не торопись. Ползи осторожней. Сразу скажу, в этом испытании спешить не стоит. Двигайся медленнее. Ничего страшного. Поднимайся, поднимайся. У тебя достаточно времени. Хорошо. В этот раз все получится. Это тяжело, но у меня получится. Я уверена. Важно правильно двигать ногами. Думай о животных, которых мы хотим спасти. Нужно правильно расположить ноги. Шире ноги. А тело должно быть полностью на цилиндре, и нельзя отрываться от него. Тебе надо прижаться к цилиндру ногами и всем телом. Смотри на ключ. Смотри на ключ. Смотри в одну точку. Тогда ты не потеряешь равновесие. Ноги шире. Будь внимательней. Вот так, вот так. Выходи. Нет, еще не выходи. Возьми ключ. Давай, давай, давай. Все, выходи. Выходи. Ничего страшного. Все хорошо. Молодец. Мне очень жаль. Это было очень трудно. Не переживай, ничего страшного. Трудно, да. Да, кому-то удавалось достать этот ключ? Да, иногда, не каждый раз. Что ж, предположим, это была разминка. Пасмирай, спасибо. А сейчас мы отправляемся в кофемолку. Не желаете ли выпить кофе? Идем. А вы думали, я растерял всю силу? Вот уж нет. Кофемолка. Вы заметили, как мы к вам добры? Да, как мило. Вам не пришлось долго добираться до второй камеры. Да, это была, скорее, приятная прогулка. Вот и кофемолка. По внешнему виду дверей, конечно, не поймешь, где мы, но вот этот мешок с кофе дает нам подсказку. Тот, кто попадет в эту камеру, должен будет взять зерна кофе и высыпать их в кофемолку. Как только в ней окажется достаточное количество зерен, красный свет в лампе станет зеленым. Вам надо будет нажать на кнопку, чтобы аппарат налил в чашку кофе и отдал вам ключ. Кто же участвует в этом испытании? Я ничего не понял. Нужно высыпать зерна в отверстие. Кто сказал, что ничего не понял? Я, я ничего не понял. Как раз тебя и выбрали для этого испытания. Постойте, я правда ничего не понял? Ты высыпаешь кофе в кофемолку, чтобы она заработала. А дальше мы будем подсказывать. Так, а кофе где? В комнате? Да, кофе в комнате. Три, два, один. Поехали. Высыпай кофе в отверстие один. Высыпай кофе. Отверстие один. Проклятие. Хорошо, хорошо. Отлично. Теперь придерживай лопатку рукой, чтобы зерна не высыпались. Вот так. Понял? Правильно, продолжай. Давай, давай, хватайся за что-нибудь. За что? Нет, нет, не за что. Сосредоточься. Давай. Вот так, хорошо. У него получается. Продолжай, сделай мне эспрессо, пожалуйста. Давай, мы с тобой. Ты в порядке? Да, сейчас все получится. Осталось больше половины времени. Если у него получится хотя бы три зернышка пересыпать, у нас будет больше шансов. Ненавижу кофе. Ты как? Супер, я тут умру. Как ты там? Сейчас, сейчас. Еще половина времени осталась. Давай вот так. Зерен? Зерен пока недостаточно. Да, их мало. Молодец, давай в том же ритме. У него почти получилось. Он подскальзывается. Что делать? Продолжай, продолжай. Я тут умру. Я думал, он будет лучше держаться на ногах. Думаю, ему лучше выйти оттуда. Выходи. Да, пора выходить. Выходи, выходи оттуда. Да. Это невероятно сложно. Молодец. Молодец. Ты поранился. Смотри. И ты еще спрашиваешь, почему у меня ничего не вышло? Но ты вышел оттуда живой-здоровой. А Пасмирай принес нам новый свиток. Мне очень жаль. Но что поделать? Здесь даже выпить кофе-испытание, но уже войны. Ведь так? Это избиение младенцев. Следующее испытание. Ватные палочки. И там вам тоже придется нелегко. Вперед. Вы издеваетесь? Простите меня, ребята. Идем, Вилли, надо оторопиться. Ватные палочки. Итак, ватные палочки. Посмотрите на дверь. За ней кажется какой-то праздник. Там можно повеселиться. Но кто же примет участие в этом празднике? Фуф. На этот раз это будешь ты. Ватные палочки. Да. Ватные палочки. Прекрасно. Удачи. И хочу напомнить, что пока у нас нет ни одного ключа. Внимание. Поехали. Давай, вперед. Удачи. Держи равновесие. Держи равновесие. Давай, давай. Она такая сильная. Держи равновесие. Крепче держись на ногах. Времени много. У тебя получается. Держись прямо. У нее хорошо получается. Продолжай, продолжай. Поднимайся. Согни колени. Согни. Ты такая красивая и самая сильная. Самая красивая. Но, думаю, это сейчас ей не поможет. Все хорошо. Получается вот так. Поднимайся. У тебя все получится. Ты лучше. Ну, сейчас я тебя сделаю. У нее получилось. Ура. Прекрасно. Мы выиграли. Моя соперница осталась недовольна. Браво, браво, Фофф. Вот и наш первый ключ. Передай его паспарту. Она сильная. Первый ключ. Отличная работа. Посмирай. Что за спешка? Прямо спортивное состязание. Он что, думает, у нас не хватит времени? Мне кажется, что ему не терпится подвергнуть вас всех большим испытаниям. Мы отправляемся в интерактивный зал. Там что, тебе нужна, Эв? Зачем? Кажется, ты ему понравилась. Это хорошо или плохо? Куда меня ведут? Он всегда очень обычно проявляет свои чувства. Скоро сама узнаешь. А мы идем в интерактивный зал. Не забывайте обо мне. На этот раз им удалось достать ключ. Но им не всегда будет так вести. Посмирай сюда. Надо действовать. Держи. Интерактивный зал. Мы у входа в интерактивный зал. Форт Боярд, конечно, место довольно древнее. Мы тут будто в каменном веке. Но вот именно в этом зале старец Фура решил оставить место для современных технологий. Кто же пойдет внутрь? Кинва. Его выбрали. Его имя написано на пергаменте. И тут уже ничего не поделаешь. Тебе надо зайти в камеру. Это испытание не на время. Старец Фура предложит тебе отгадать его загадку. Итак, паспарту. Открывай дверь. Вперед, удачи. Кинва, вы как раз вовремя. Я тут разбираю свои книги. Протяните руки, пожалуйста. Да, вот так. Держите. Положите их туда, слева от вас. Я потом их разберу. Итак, Кинва, вы здесь, чтобы постараться решить визуальную загадку. Есть два возможных варианта. Если вы выигрываете, то уходите отсюда с ключом. Если нет, то я даю вам второй шанс. Но только один раз. А теперь вы должны внимательно следить за тем, как перемещается эта крыса. Итак, Кинва, у вас есть три варианта ответа. По какому пути бежала крыса? Третий. Посмотрим еще раз. Я угадал. Да, правильно, третий вариант. Что ж, берите ключ. Теперь он ваш. Браво, Кинва. Браво, Кинва. Идите. Браво. Ура. Молодец. Второй ключ. А где твоя царапина? Ты в порядке? Теперь у нас есть два ключа. Напоминаю вам, что этого недостаточно. Их должно быть семь. Спасибо, Пасмирай. Колокол, колокол. Для этого испытания забрали F. Ее должны были подготовить. Теперь понятно. Что ж, идем туда. Будем звонить в колокол. Вперед. Эй, ребята, пожалуйста, не раскачивайте меня слишком сильно. Я рассчитываю на вас. Успокойся, все будет хорошо. Я рассчитываю на тебя, Фов. Как мы и думали, перед нами не что иное, как колокол. F, которую привязали к колоколу. Эв дурачится, я за нее спокоен. Но я уверен, что ей там не очень весело. Нет, но нужно думать о хорошем. Ты права. Думайте о хорошем. F, тебе надо взять в руки веревку, которая находится прямо перед тобой. И твоя команда должна будет тебе помочь. Для этого к колоколу привязан трос. Вы будете тянуть за него так, чтобы она смогла прочитать код. Тогда откроется ящик, в котором спрятан ключ. Все ясно? Итак, приготовьтесь. Три. Два. Один. Поехали. Не раскачивайте слишком сильно. Не ударьтесь головой. Аккуратнее. Давай, вперед. Не так быстро. Я сейчас умру от страха. Хватай веревку. Не закрывай глаза, ты почти у цели. Хватай ее, посмотри на веревку. Давай, смотри вперед. Не смотри вниз. Не ослабляйте веревку, когда она наверху. Еще немного. Ты почти у цели. Еще немного. Сильнее, отлично. Быстрее. Есть. Получилось. Читай код, быстрее. Какой код? Где он? Открой его. Поспеши. Скорее. Он наверху. Где? Посмотри наверх. Код наверху. Там, откуда ты сорвала эту штуку. 36, 0... Нет, 37, 95. Отлично. 37, 95. У меня получилось. Молодец. Прекрасно. Отлично. Третий ключ. Третий ключ. Оставайся там. В детстве я обожала кататься на качелях. Тебя скоро освободят. Молодцы, вы отлично тянули за трос. А я отлично за этим наблюдал. Почему ты не присоединился к ним, потому что кто-то должен был следить за всем и кричать, давай, вперёд. Я с собой очень доволен. Этот ключ теперь наш. Благодаря мне, даже не спорьте, я всё сделал сам. Мы все тебе благодарны. И спасибо, Пасмирай, как всегда, спешит принести нам свиток с новым испытанием. Ткацкий станок. Что это? Это... Сейчас расскажу. Ткацкий станок. Ткацкий станок. Видите куриц? Да, тут много куриц. Но играть вы будете не с ними. А с чем? С пауками? И не с пауками. В этом испытании участвует Максим. Вперёд, Максим! Я просто постучал по стене, и что-то от неё отвалилось. Форд довольно старый. Максим, можешь не бояться никаких животных. Тебе придётся ловко и проворно передвигать ногами. Больше я тебе ничего не скажу. Ты сам всё поймёшь. Так что, вперёд. Что мне делать? Ключ ищи. Вперёд. Посмотри, ключ перед тобой. Ключ в глубине комнаты. Возьми кукурузу, зачерпни побольше. Так, кукуруза. Тебе нужно перенести кукурузу в этом ковше. Возьми кукурузу, перенеси и высыпь её. И что дальше? Мне кажется, нужно взять два ковша одновременно. Полностью заполни их кукурузой. Набери больше кукурузы. Заполни оба ковша. Ему придётся ходить туда-обратно. Поэтому пусть лучше перенесёт сразу два ковша. Не теряй времени. Тебе ещё нужно ключ достать. Осталось больше половины времени, но ты ещё даже не начал. Ты как Человек-паук. Очень похож. Отлично, Максим, молодец. Отлично. Отлично, Максим. Нужно ещё вернуться. Осторожней, не просыпь кукурузу. Тебе хватит времени только на один переход. Слышишь меня? Слышишь? Что? Возвращайся, возвращайся. Ещё раз. У тебя есть ещё время. Быстрее. Вперёд, вперёд. Таким ковшом и пораниться можно. Ещё бы. Вперёд, Максим! Всё хорошо, только не теряй время. Вперёд, Максим! Вперёд, Человек-паук! Осторожно, давай! Ему не хватит времени. Он не успеет. Выходи, выходи! Выходить? Выходи! Молодец, Максим. Мы потеряли слишком много времени, когда пытались понять, что надо делать. Я не понял, что надо носить кукурузу в ковшах. Не расстраивайся, ты молодец. Ты очень правильно шёл по нитям, но, к сожалению, набирал слишком мало кукурузы в ковши и много терял по пути. Да, пока я заполнял один ковш, второй переворачивался. С тебя всё ещё сыпется кукуруза. Да, я весь в ней. Что ж, какое у нас положение? Вилли, что скажешь, началась чёрная полоса? Да, положение незавидное, всё очень плохо. Нам срочно нужно поменять команду. Прямо сейчас. Слишком радикальное решение. Надо же их как-то мотивировать. Спасибо, Пасмирай. Ничего, всё получится. Сначала кукуруза, теперь вата. Тюки с ватой. Испытание не из лёгких. Вперёд! Тюки с ватой. Друзья мои, мне кажется, сейчас вам нужно спеть вашу песню ещё громче, чтобы зарядиться энергией. Ты уже участвовал в этой игре? Нет, никогда не участвовал. Что ж, посмотрим, пойдёт ли жребий на тебя. Итак, старец Фура выбрал для этого испытания... Брайана. Вперёд, Брайан. Пришло время попробовать свои силы. Сейчас или никогда. Ты любишь путешествовать? Обожаю. Тогда вперёд. Ты увидишь множество стран. Тебе надо перенести все тюки с ватой. Напоминаю вам, что эта камера заключённая. Если ты и не выполнишь задание, а ты останешься в камере, не бойся, мы просто предупреждаем. Надо двигаться быстрее. Двигайся быстрее, двигайся быстрее. Ему нужно залезть в корзину. Влезь в корзину. Лезь внутрь, смело. Спустись на самое дно, ключ прямо под тобой. Продолжай. Продолжай в том же темпе. У тебя ещё есть время, но постарайся двигаться быстрее. Ещё быстрее. Быстрее. Постарайся запомнить имена, которые написаны на мешках. Так ты выиграешь время. Что там написано? Майами? Чтобы найти подсказку, Брайан должен открыть мешок с надписью «Майами». Ты уже вытащил этот мешок. Ты его видел? Да, мне кажется. Ему кажется. Он не сказал, что точно видел его. Мехико точно был, а вот Майами... Майами – это другой город Мехико. Теперь надо найти Мехико. Ищем Мехико. Ну, Меа, ты ещё не выкидывал этот мешок. Залезай обратно. Он должен быть в корзине. Осмотрись немного. Осмотрись. Осталось 20 секунд. Поторопись. Посмотри вокруг. Мешок может быть в корзине. Всё хорошо. Отлично. Нашёл его быстрее. Молодец. Почему дверь не открывается? Всё в порядке. Он вышел. Молодец. Ура! Мы гордимся тобой. Четвёртый ключ. Мешки сватые, только кажутся такими лёгкими. На самом деле, они довольно тяжёлые. Брайан сильный. Я действительно сильно нервничал. Ещё бы. Если бы ты проиграл, то надолго бы остался в темнице. Я рад, что ты справился прекрасно. У нас есть ещё один ключ. Мы медленно, но верно идём к победе. Осталось достать три ключа. Спасибо, Пасмирай. Мне даже не приходится тебя звать. Он очень послушный. У нас ментальная связь, мы как братья. Следующее испытание... Палочки, что такое? Тебе нужен Максим Элифов? Удачи. Удачи. До скорого, мы следуем за паспарту. Постой, паспарту, разве так не ближе? Палочки. Вот и наши палки. Вы отличная команда. Даже когда вы бежите от одной камеры к другу, они на минуту не расслабляетесь. Мотивированная команда. Готова на всё. И возьмётся за любое испытание. Ведь так? Да, за любое. Без сомнения. Мы что, будем играть в бильярд? Нет, это не ки, это палки для боя. В этом испытании участвуют Эф и Вилли. И что нам надо будет делать? Держите. Чтобы выполнить это задание, вам надо будет переместить две китайские вазы с помощью этих палок. Вазы очень дорогие. Куда их надо перенести? В корзины. Три, два, один. Поехали. Вперёд. Что надо делать? Нужно перенести эти вазы. Понял. Сейчас покажу. С двух сторон придерживаем её палками, очень осторожно. Корзины слева от вас. Куда их нести? В корзины. Какие корзины? Осторожно, я держу. Осталась ещё одна ваза. Неплохое начало. Куда нести? В корзину. В корзину. Двигайтесь одновременно. Передвигайте палки на счёт три. Один, два, три. Прижимайте палки крепче. Вот так, осторожно, медленно. У вас полно времени. Спокойно. Вот так. Отлично. Чуть быстрее, иначе мы не удержим её. Подними повыше. Подожди, я приподниму палку. Вилли, нам надо быть внимательней. Начинайте заново. О, нет. Продолжайте, у вас ещё есть время. Они стоят рядом с выходом, так что успеют выйти. Прижимайте палки к вазе. Не так быстро. Давай поменяемся местами. Выходите, выходите. Пора. Выходите. Очень сложное испытание. В любом случае, они бы не успели. Руки напряжены, вытянуты вперёд не очень, Жанн. Не переживай. Обидно проигрывать. Вазы всё равно некрасивые, так что не о чём и жалеть. Я помог вам от них избавиться. Большое спасибо, Вилли. Спасибо, Эв. Спасибо вам обоим. Следующее испытание – фонтаны на карнизе. Это особое место. Больше вам ничего не скажу. Сами уверите. И я думаю, что заодно освежитесь. Ну, хорошо. Идём. Вперёд. Провалили, провалили. И это задание провалили. А со следующим им точно не справиться. Вот и вы. Обычно Максим и Фофф одеты в более красивую одежду. В костюмы для выступлений на сцене. Но сейчас на них такие скучные костюмы, потому что в этом испытании придётся немного намокнуть в холодной морской воде. Вы должны будете пройти по этой балке до самого конца и крикнуть нам код. С помощью кода мы откроем ящик с ключом. Дамы вперёд, как говорят англичане, поэтому начинают Фофф. Если Фофф упадёт в воду, вместо неё по балке пройдёт Максим. Если же ей удастся справиться самой, то Максим в том испытании окажется всего лишь зрителем. Договорились? Внимание. Три, два, один. Поехали. Сколько у меня времени? Вперёд, смотри за тем, куда ставишь ноги. Давай. Будь осторожна, в тебя будут бить струи воды. Ты очень красивая. Сейчас начнёт брызгать? Да, ты не бойся. Смелее. Я сейчас. Не бойся, смелее, будь внимательнее. Вперёд. Это всего лишь вода. Не думай о воде. Всего лишь вода. Спокойнее. Не поскользнись, осторожнее. Не бойся, всё в порядке. Всё в порядке. Всё хорошо. Молодец, Фофф. Молодец. Так держать. Не отвлекайте меня, не кричите. Вперёд, давай. Вперёд. 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 Вперёд, вперёд. Вставай, Фофф. Вставай. Не кричите больше. Так держать. Боже, я сейчас упаду. Ещё немного, ты почти у цели. Ты прошла больше половины. Стой, 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 стой. Максим, твоя очередь. Давай, у тебя получится. Вы уже потеряли много времени, Максим, поторопись. Ненавижу тебя. Будь осторожней, не упади в воду, а то твоя укладка пострадает. Теперь эта балка ещё и качается. Максим, не теряй время, двигайся. Вот так, не бойся, ты справишься. Двигайся вперёд. Аккуратненько. Потихоньку. Испытание окончено. И, к сожалению, ключ мы не добыли. Оба участника упали в воду. И вы проигрываете это испытание. Как бы это ни было печально. Это было очень сложно. Гидромассаж. Космирай принёс нам новый свиток. На нём написано, что теперь нам надо отправляться на ринг. Идём к паспарту. Следующее испытание — ринг. Раунд один. Ринг. Перед нами вход на ринг. На двери нарисованы боксёрские перчатки. Значит, за дверью будет... Даже не знаю. Бокс. И в келью пойдёт... Постойте, у вас тут столько сильных, мускулистых участников, а вы отправляете туда меня? Что я могу там сделать? Себя недооцениваешь. Но всё равно туда пойдёшь. Не ты. Слава богу. Акин-бэ. Я так и думала. Следующее испытание для тебя. Мы рассчитываем на твою силу. Держи равновесие. Ты уже участвовал в этом испытании? Да. И у тебя получилось? Не пугай его. Слышал, Кейну Брайна получилось. Я его подбатриваю. Тогда Брайан будет стоять у дверя и подсказывать тебе внимание. Три, два, один. Поехали. Сделай это ради животных. Держи равновесие. Вы не сказали, что тут беговая дорожка? Сначала пойми, в каком ритме тебе надо бежать, а потом начинай бить по груши. Держись за верёвки. Беги спокойно. Бей правой. Смотри на звезду. Вот так лучше. Он будет лучше держать равновесие, если отпустят верёвки. Смотри прямо на звезду. Не держись за верёвки. Спокойно, беги. Вот так. Отпусти верёвку. Пока ему удалось ударить в цель всего один раз. Сколько у меня осталось времени? Достаточно. Времени пока достаточно, но старайся не замедляться. Нужно ударить в цель ещё несколько раз. Ты не попадаешь в цель. Целься точнее. Молодец. Попал. Так, держать. Быстрее. Отлично. У него начинает получаться. Давай ещё удар. Время ещё есть. Ему надо собраться. Вперёд. Ты же не слабак. Видишь, он лучше бьёт, когда его дразнят. Ты молодец. Давай, давай. Назови его ещё раз слабаком. Следите за временем. Нужен ещё один удар. Ещё удар. Давай. Выходи. Он попал четыре раза. Да, но этого недостаточно. Всё хорошо, ты молодец. Настоящий атлет, но выдохшийся. Мы знали его таким молодым. Петь было несложно. Обижать сложно, да? Это упражнение на все группы мышц. Отличная тренировка. Но завтра ты, скорее всего, не сможешь пошевелить ни руками, ни ногами. Теперь будешь так тренироваться перед каждым концертом. Ну что, перевёл дыхание? Доволен собой? Ты всё ещё с нами? Конечно. Прекрасно. Значит, мы можем продолжать. Потому что у нас всё ещё недостаточно ключей. Посмирай! Вот ты где. Осторожней. Не сбей никого. Научись уже тормозить, наконец. Итак. Впереди снова интерактивный зал. Получится ли у вас справиться второй раз? Посмотрим. Не знаю, не знаю. Посмотрим. Посмирай. Что такое? Кого ты уводишь, Эв? Снова она. Эв, ты уходишь с Посмираем. Вы же поможете мне. До скорого. Он пленён её красотой. Вперёд! Ещё один этап. Это очень трудное испытание. Наши участники продолжают обсуждать предыдущие испытания. А в новом попробует свои силы Брайан. Его вызвал на поединок старец Фура. Итак, для тебя он не подготовил никакой загадки. В этой комнате ты познакомишься с молодой девушкой. Её зовут Светлячок. Знаменитая Светлячок. Она будет говорить тебе, что делать. Тебе надо будет следовать её советам. Хорошо. Я начну отчёт тогда, когда Светлячок закончит свои объяснения. Прошу. Заходи в камеру. Вперёд. Удачи, Брайан. Смотри на меня. Я поведу тебя. Путь проложен. Нужно его повторить. Три, два, один. Поехали. Один, два. Поворот направо. Уровень два. Второй уровень. Возвращайся. Понял. Два шага вперёд, потом налево. Направо. Налево. Прямо. Прямо. Направо. Вперёд. Ещё один шаг вперёд. Направо. Вперёд. Ещё один шаг вперёд. Налево. Нет-нет, направо. Ещё один шаг вперёд. Ещё один шаг вперёд. Марш вперёд. Направо. Вот так. Ага. Направо. Дрёд, дрёд. Дрёд, дрёд. Уровень три. Вперёд, Брайан. Третий уровень сложнее. Да, это сложно. Вот это да. Два шага направо. Два шага направо. Ещё один шаг. Ещё. Быстрее возвращайся. У него не осталось времени. Два шага. Ему не хватит времени. Быстрее выходи. Не расстраивайся. Если честно, вы не всегда ему правильно подсказывали. Сейчас у вас не самое завидное положение. Не знаю, к чему это приведёт. Не знаю. Посмирай. Да что ты делаешь? Он с ума сошёл. Новое испытание. Гагарин. Идём. А, вот и я. Гагарин. Перед нами вход в зал Гагарин. Он назван в честь знаменитого Юрия Гагарина. Обожай этого певца. Смешная шутка. Впрочем, одно нам всем точно известно. Сейчас мы перенесёмся в открытый космос. Эв сейчас находится в специальной машине, которая имитирует центрифугу. Проблема заключается в том, что пока она будет крутиться в этой машине, ей придётся разгадать загадку старца Фура. А сделать это непросто, даже когда ты крепко стоишь на земле. Можете представить, как будет тяжело Эв. И вы никак не сможете ей помочь. Да мы и так не смогли бы. Ей придётся выпутываться самостоятельно. Я так и думал, вот это командная игра. А мы понаблюдаем, сможет ли она справиться сама с этим космическим испытанием. Моя дорогая Эв, я предлагаю вам решить мою загадку. Хорошо. Вам нужно сильно постараться. Я готова. Ведь на кону ключ. Всё ради животных. Хорошо. Да, будьте внимательны. И мне тоже надо быть внимательным. Я бы посоветовал вам смотреть в одну точку. Но вряд ли это вам поможет. Мне страшно. Итак, вот моя загадка. Съедобен он в цвете одном. Другом ты с ним построишь дом. Он окружает берега. Под ним есть целая страна. Съедобен он в цвете одном. В другом ты с ним построишь дом. Он окружает берега. Под ним есть целая страна. Шоколад. Нет, нет. Лёд. Целая страна. Камень. Что вы сказали, я не услышал. Камень. Подумай хорошенько. Камень. Последняя. Последняя попытка. Всё, я сдаюсь. Съедобен он в цвете одном. В другом ты с ним построишь дом. Остановите. Ну что ж ты подумай ещё. Слушай внимательно. Я не понимаю, где я. Мне плохо. Повторяю загадку. Съедобен он в цвете одном. В другом ты с ним построишь дом. Он окружает берега. Под ним есть целая страна. Это же песок. Вот так. Что ж, ей не удалось отгадать загадку. Ей пришлось не сладко. Могу вас уверить, это невероятно сложно. Но теперь вам нужно собраться. Вы должны постараться получить ещё один ключ во время следующего испытания. Красная тревога. Надеюсь, красная тревога даст нашей победе зелёный свет. Отправляемся туда прямо сейчас со скоростью звука вместе с паспарту. Честно вам признаюсь, я расстроен. Красная тревога. Что такое? Что на тебя напали? Кто на тебя напал? Муха. На тебя напала муха. Паспарту. Что же делать? Надо вызвать тёмного властелина Ля Буля. Всё ясно. Ля Буль тут рядом. Вокруг него всё время вьются мухи. Не знаю почему. Может, из-за запаха. Он просто привлекательный. Неотразимый? Мы не выясняли. Тише, тише, Ля Буль, мы просто смеёмся. Итак, перед нами красная тревога. И старец Фура решил, что в комнату войдёт Фов. Ключ, ключ. Фов, ты достаточно ловкая. Да. Это поможет тебе справиться с заданием. Вся комната опутана лазерными лучами. Их нельзя задевать. Твоя задача – достать ключ. Порадуй нас. Мы будем тебе очень благодарны. Итак, внимание, я включаю сигнализацию. Фов останется там одна. Посмотрим, будет ли она плакать или смеяться. Три-два-один. Поехали. Вперёд, Фов. Мы верим в тебя. Будь внимательна, это тюремная камера. Осторожней. Посмотри вперёд, какое красивое колье. Я возьму колье, а что дальше? Возвращаться обратно? Если она заденет луч, то останется внутри, и Ля Буль запрёт её в камере. Не прикасайся к лучам. Поняла. Аккуратнее. Хорошо. Продолжай, Фов. Ну, а чем чаще ты будешь задевать лазеры, тем ниже будет опускаться стеклянная крышка. Фов, касайся лучей как можно реже. Иначе не получишь ключ. К нам вернулась, Фов. Это было ужасно. Худшее испытание. Голову как будто сдавило. Продолжай, принцесса. Осталось больше половины времени. Тебе хватит. Вы меня видите? Ты лучше всех, мы с тобой. Ты самая сильная. У неё получается? У тебя отлично получается. Продолжай. Мне кажется, всё идёт хорошо. Какая молодец. Выход справа. Ура, ребята! Ты лучшая. Молодец. Достала ключ, а мне не удалось. Вы не злитесь на меня. Нет, конечно, ты так старалась. Ты двигалась как кошка. Отлично сказано. Сколько у нас ключей? Пятый ключ. Пять. Осталось два. Я сначала не поняла, что делать. Пасмирай. Спасибо, Пасмирай. Мы отправляемся на турникет. Даже не знаю, чего ожидать от этого испытания. Больше ничего пока не скажу. Идём. Доктор, я вам сейчас всё объясню. Этот кошмар повторяется изо дня в день и каждую ночь. Я не могу спокойно спать. Они приходят и забирают мои ключи, понимаете? Турникет. Турникет, как вы уже поняли из названия, в этой комнате стоит... Турникет. Правильно? Мы бы не догадались. Сложная задача. Я уже участвовал в подобном испытании сегодня. Кто-то же пойдёт туда на этот раз. Достаточно турникетов на сегодня. И, кажется, старец Фура решил, что тебе нужно туда вернуться. О, нет. В прошлый раз у тебя не очень хорошо получалось, да? Совсем нет. Ты просто плохо старался. Да, я пока не выиграл ни одного испытания. Внимание, Вилли. Что мне надо будет делать? Мы подскажем, не волнуйся. Ты должен достать ключ. В этом я не сомневался. Уж поверь мне. Совсем. Пройдя через турникет. Поехали. Давай, Вилли. Представь, что ты проходишь через двери в торговом центре. Что мне делать? Всё, я понял, что делать? Ключ слева от тебя. Я понял, понял. Вот так, правильно. Давай вперёд, осторожней. Осторожней. Продолжай так же. Отлично. Осторожней. Я понял, понял. Отлично. Поворачивай быстрее, быстрее. Вот так, хорошо. У тебя ещё достаточно времени. Молодец. Не останавливайся, продолжай в том же духе. Продолжай. Ему нужно пригибаться, когда лопасти приближаются к нему. Отлично. У тебя ещё есть время. Осталось совсем чуть-чуть. Вперёд. Вперёд. Отлично. Ты справишься. Мы в тебя верим. Вперёд, вперёд. Скорее, ещё немного. Последняя попытка. Быстрее, выходи оттуда. Мы так испугались. Я думала, ты не выйдешь оттуда. Не переживай, ты старался. Ты старался. Я крутил, крутил. Прозвучал гонг. Теперь мы не сможем добывать ключи. Как это? Почему? Нам не хватает двух ключей. Но мы можем компенсировать их во время дополнительных испытаний. Но для этого двум участникам придётся собой пожертвовать. Этим двоим надо пройти испытания. Но если они их провалят, то останутся в темнице. Положение у нас незавидное. Нет двух ключей, это конец. Это не конец света. Побольше уверенности. И если мы поспешим, то быстрее дойдём до белой судьи. Ты вышел оттуда живым, это уже что-то. Смотри на вещи и оптимистичнее. Форт Байард. Цвет мой зеркальца. Скажи, кто на форте всех сильнее? Белая судья. Белая судья. Белая судья. Она бела, как снег. И как день прекрасно. Встреча с ней для вас может быть опасна. И красота её будет вас манить. Но в логове ключ вы можете получить. Останетесь в темнице или выйдете наружу. Узнайте. Но для этого смелый нам нужен. У меня есть хорошая новость и плохая. Начиная с плохой, мы услышим её и больше не будем о ней вспоминать. Плохая заключается в том, что вы должны выбрать двух добровольцев, чтобы они получили недостающие ключи. Хорошая вы в полном составе. Да, никто не попал в темницу. Двое из вас могли остаться в темнице, а то и четверо. Итак, двое из вас должны вызваться и предстать перед белой судьёй. Брайан? Да, я согласен. Почему? Ну, ты не разочаруешься. Она очень красива, но в остальном она не так мила, как кажется. Ты сам поймёшь. Она даст тебе задание, если ты не справишься, она позовёт Лабуля. И мы не увидим тебя до конца состязания. Понятно. Открывается потайной ход. И теперь мы можем получить первый ключ. Первый из двух, которых нам не достаёт. Вперёд, Брайан! А вот и ключ. Шестой ключ. Шестой ключ. Что же предстоит сделать Брайану? Вернётся ли он в команду? Скоро узнаем. Внимание! Суд идёт. Здравствуй, Брайан. Здравствуй. Рада тебя видеть. Мне тоже приятно познакомиться. Посмотри, что тебя ждёт. Две палки. В этом испытании у участника есть две металлические палки. По этим палкам он должен прокатить шар, чтобы в конце тут упал в цилиндр. У участника есть три шара и три попытки. Если хотя бы один шар попадёт в цилиндр, участник может вернуться к своей команде. Но если он ошибается и роняет три шара, он остаётся в темнице до конца состязания. Брайан, ты готов? Да, готов. Тогда прошу, начинай. Первая попытка. Первая попытка. Почти попал. Вторая попытка. Вторая попытка. Не торопитесь. Отлично. Прекрасно. Вы победили. Спасибо. Ваша команда очень рада за вас. Да, я слышу. Вы можете идти. Спасибо. Может быть, мы скоро увидимся? До встречи. Браво. Отлично справился. Ты первый раз делал это задание? Да, первый раз. Первый. Благодарю тебя, Брайан. У нас есть шестой ключ. Надеюсь, следующий участник или участница выступит так же хорошо. Итак, кто наш следующий доброволец? Камень, ножницы и бумага? Кин, вперёд. Мы рассчитываем на тебя. Кин, ты должен предстать перед судьями. Условия те же. Удачи. Мы с тобой. У-у-у-у-у-у! Вот и ключ. А нам нельзя его потрогать? Седьмой ключ. Седьмой ключ. Теперь нам надо дождаться Кина. Но у нас же есть ключи. Мы можем идти. Здравствуй, Кин-Вэ. Здравствуйте, какая стильная комната. Как вы себя чувствуете? Могло быть и лучше, если бы у нас было семь ключей. Вы готовы? Да. Внимательно слушайте. Очень внимательно. Вот что я для вас приготовила. Суд. Баланс. В этом испытании участник должен удержать шар на доске и перекатить его с одного края доски на другой, так, чтобы шар попал в цилиндр. Если шар падает, участник теряет одну попытку. Всего попыток три. Если хотя бы один шар попадает в цилиндр, участник может вернуться к команде. Кин-Вэ, выполнить это испытание и будете свободны. Итак. Первая попытка. Первая попытка. Вы поняли, что ему надо сделать? Как жаль. Вторая попытка. Вторая попытка. Моё испытание было легче. Ура! Спасибо. Вы можете вернуться к команде. До свидания. Такое ощущение, что ты этим всю жизнь занимался. Максим, как думаешь, ты бы справился, если бы выбор пал на тебя? Конечно. Можешь пойти проверить свои силы. Отлично, у нас есть семь ключей, вся команда в сборе. Нам остается только отправиться на поиски подсказок, которые приведут нас к кодовому слову, которое зашифровано в сокровищнице. Пасмирай! Где же он ходит? Не дождёшься его. Наконец-то! Пасмирай! Что с тобой? Ты тоже проходил испытания? Ладно, нам надо будет поговорить с глазу на глаз. А сейчас мы идём к тебе. Водосток. Он там теперь живёт. Что поделаешь? Там паук. Я уверена. Что такое? Тебе нужен Максим? Ты забираешь его? Водосток? Как мне повезло, что я попал к судье. Не факт, что его отведут в водосток, скоро узнаем. А сейчас идём за паспорту. Вперёд, на поиски подсказок. Отправляемся прямо сейчас. Вперёд. У участников теперь есть все семь ключей, и они могут открыть сокровищницу. Но на этом их испытания не заканчиваются. Им предстоит найти подсказки, которые помогут расшифровать код, чтобы получить сокровища. Это непростая задача. Старец Фура бросает им вызов. Чтобы получить подсказки, участникам придётся лицом к лицу столкнуться с их самыми большими страхами. И преодолеть их. Могут ли они справиться с испытаниями старца Фура? Водосток. Водосток, как вы успели заметить, протекает. Вы слышите гонг, а это значит, что игра началась. Надеюсь, вам хватит времени, чтобы найти как можно больше подсказок. Они вам необходимы. А первым спустится водосток, Вилли. Спасибо, спасибо, Господи! Не за что. Итак, тебе надо подняться по этой лестнице и спуститься в водосток. Хорошо. Через водосток ты и попадёшь. Там на ощупь найдёшь шар, в котором есть код. С помощью этого кода вы получите подсказку, которая находится в этом ящике. Три, два, один. Поехали. Я ничего не вижу. Вам что-нибудь видно? Пока ползи прямо. Потом надо будет повернуть налево по трубе. Налево? Давай ползи, продвигайся вперёд. Труба сама поворачивает налево, пока ничего не бойся. В трубе нет животных. Что мне делать? Ползи вперёд, быстрее! Что мне надо делать? Да ничего, пока ничего, ползи. Не бойся, это мох. Стряхни его себя. Продолжай, быстрее. Всё в порядке. Ещё быстрее. Быстрее, двигайся вперёд. Тебе ещё надо вернуться. Не теряй времени. Пока продолжай ползти. Будь внимательней, ты почти на месте. Осторожней. Ты уже там. Здесь крысы? Они маленькие и безобидные. Ищи шар. Здесь нет никаких шаров, здесь только крысы. Залезай внутрь, ищи на полу. Я хожу по крысам. Какой ужас. Вы видите шар? Я не могу его найти. Он справа от тебя. Справа, по центру. Быстрее, поторопись. Быстрее. Поднажми. Быстрее. Достал. Ура, возвращайся быстрее. Стой, Вилли. Тебе надо вылезти из трубы и развернуться. Вылезай из трубы. Вот так, молодец. Вот так, отлично. Вот так. Теперь ползи наверх. Ползи наверх. Осталось так мало времени. Давай, быстрее, быстрее. Поторопись, ты успеешь. Все, молодец. Здесь уже светло. Диктуй код. 46, 38. Отлично. Спасибо, Господи. Только не рассказывайте мне, что там было. Не хочу ничего знать. Отлично. Развернуть его пока рано. У вас есть первая подсказка. Первый картуш. Ты прекрасно справился. Продолжайте в том же духе. Первая подсказка. Удача на вашей стороне. Пасмурай, осторожно, тут вода. Спасибо. Мы отправляемся к веревочной лестнице. Идем скорее. Вперед. Не то, не то, не то. Вот он. Очень ценная вещь. Я храню ее для особых случаев. Для самых особых. Как ты стильно выглядишь? Ветер дует сильнее. Но он не помешает Максиму справиться с этим испытанием. Тебе снова надо будет достать код. С помощью кода мы откроем ящик с картушем, который находится на этой лестнице. Тебе надо пройти по этой веревочной лестнице. Добравшись до верха, ты тянешь за веревку, и она отрывается, а ты опускаешься вниз. Продвигайся дальше по лестнице, пока не окажешься рядом с кодом. Ты должен будешь крикнуть нам, его ты готов? Собрался? Все в порядке? Сможешь выполнить это задание? Мы с тобой. Давай, Максим. Внимание. Три, два, один. Поехали. Давай, Максим, ты лучший. Мы верим в тебя. Человек-паук. Давай, ты молодец. В том же темпе. Молодец. Так держать. Вот так. Отлично держишься. У него отлично получается. Максим, держи равновесие. Продолжай, Человек-паук. Держись крепче за лестницу. Вот так. Вперед, Вперед, Максим. Ускоряйся, ускоряйся, потом отдохнешь. Вперед. Быстрее, быстрее. Быстрее. Кто-то из вас должен приготовиться вводить код. Последний рывок. Еще немного. Тяни за веревку. 43, 97. Я больше не могу. Все. Ты отлично справился. Вторая подсказка. Смирай, вперед, к следующему испытанию. Надеюсь, мы получим еще одну подсказку. И мы отправляемся в заброшенную будку. Ты забираешь фоф? Он всегда выбирает красивых. Всегда. А мы отправляемся в заброшенную будку вместе с паспарту. И так, начинаем. И так, начинаем. Заброшенная будка. Единственное место, откуда можно позвонить. Или получить звонок. Кто-то очень важный может нам позвонить. Например, старец Фура. Да, тяжело нам будет. Потому что он очень важный человек в этой крепости. Он тут всем руководит. Он самый главный. Он немного пугает. Почему? В прошлый раз он загадал мне загадку, когда меня крутило в центрифуге. Он не умеет пользоваться джойстиком. Мне очень жаль того, кто сейчас туда зайдет. Старец Фура, мошенник. Извини, но туда пойдешь ты. Нет, не может быть. Ты как чувствовала? Я уже выдохлась после предыдущего испытания. У тебя есть возможность отыграться. Постараюсь. Новая загадка. Ты не отгадала предыдущую, но с этой, я уверен, ты справишься. Будь внимательно. Будь внимательно. Внимательно слушай. Алло. Что мне делать? Возьми трубку. Алло. Алло, Эф, вы меня слышите? Да. Дорогая моя Эф, я уж испугался, что вы не захотите со мной говорить. Вы злой, старец Фура, но я все равно с вами поговорю. Знаете, теперь каждый раз, когда я придумываю загадки, я думаю о вас. По мне что-то ползает. Как вы уже поняли, я загадываю вам загадку, а вы должны отгадать ее. Я готова. Слушайте мою загадку. И силу, и свою сноровку богатыри покажут нам. Потом лежат, упав неловко, и лечатся, бедняги там. Я не знаю. Жучки прыгают мне на голову. Повторяю свою загадку. И силу, и свою сноровку богатыри покажут нам. Потом лежат, упав неловко, и лечатся, бедняги там. Что же это? Что? И лечатся, бедняги там. Я не понимаю, больница? Думайте, думайте. Силу покажут. Упав неловко. Что же это может быть? Да, богатыри покажут нам. Палата, больница. Что это? Мне очень жаль. И силу, и свою сноровку богатыри покажут нам. Потом лежат, упав неловко. Да-да, мне жаль. Но я не могу больше с вами разговаривать. Вам пора. Я отключаюсь. Подождите, дайте мне еще подумать. Слишком поздно идите. Очень-очень жаль. Слишком поздно, слишком. Все. Ответ на загадку. Бокс. Это бокс. Богатыри меряются силой в боксе. А потом падают, ломают себе что-то. И лежат в боксе в больнице. Вот так. Загадка. Эти мушки повсюду. Мы проиграли? Я ничего не поняла. При чем тут богатыри? Где они лежат? Ничего не поняла. Они боксеры. И лежат потом в боксе. Это очевидно. Бокс, вот ответ. Вот оно что. Нет, нет, это оставь себе. Теперь он у тебя в волосах. А вы догадались, да? Да. Внимание, друзья. Внимание. Нам надо постараться добыть следующую подсказку. Следующее испытание – трамплин. Пасмирай забирает Брайана. Идите, готовьтесь к вашему испытанию. Мы скоро к тебе присоединимся. ТЭФ, ребята, мы следуем за паспарту. Бегите скорее ко мне. Привет, Фофф. Трамплин – это совершенно новое испытание. Проверим, не испугаешься или ты прыгнуть вниз. Сейчас ты находишься на высоте 20 метров над пропастью. Ты должна будешь прыгнуть, ухватиться за сетку и достать кот. Ни о чем не беспокойся. И ни о чем не думай. Все очень просто. Хватаешься за сетку и достаешь кот. Вот и все. Как Ф. Точно. Ни о чем не думай. Прыгай тогда, когда решишь, что готово. Но помни, что, как и в любом другом испытании, время у тебя ограничено. Когда время истечет, подсказка сгорит. Хорошо. Мы верим в тебя. Вперед, Фофф. Все в твоих руках. Если у тебя не получится, мы останемся без подсказки. Три, два, один. Время пошло. Давай. Молодец, молодец, держись. Поднимайся наверх. Ты лучший, у тебя все получится, не бойся. Вперед, давай. Карабкайся выше. Карабкайся. Вот так, отлично. Вперед, вперед. Фофф, у тебя отлично получается. Замечательно. Так держать. Отлично. 37, 46. 37, 46. К нам вернулся Максим. У нее получилось. Быстрее открывай ящик. Теперь у вас есть еще один картуш. И я дам его паспорту. Держи. Третья подсказка. У нас есть три подсказки, они помогут расшифровать кодовое слово. Неплохо. Посмотри, я тебя везде искал. Какой же ты хитрец. Опять хочешь кого-то забрать. Ф. Снова Ф. И Кинва. Вы идете с Пасмираем. Мы скоро к вам присоединимся. Не переживай, Фофф, мы тебя вытащим оттуда. Все в порядке. А Вилли и Максим идут со мной в подводную камеру. Скоро мы узнаем, что это означает. Итак, у нас впереди подводная камера. Не нравится мне все это. Пасмирай, помоги. Я не знаю, что делать. Не могу выбрать. Помоги. Брайан, готов, как всегда? Мне в тебе это очень нравится. Ты всегда готов, когда это нужно. Да, это так. Теперь тебе остается только выиграть это состязание. Я знаю, что ты больше любишь лед, он тебе ближе. Но здесь вода тоже довольно холодная. Сам увидишь. Тебе нужно будет задержать дыхание, нырнуть в камеру и найти код. Проблема заключается в том, что тебе надо будет развинтить болты. И тогда шары с цифрами выплывут из труб. Шаров три. Цифры... Их тоже три. Хорошо. Паспарту... Открывай дверь. И ты должен будешь прокричать нам цифры кода. Все понятно? Вперед, Брайан. Брайан, мы верим в тебя. Там чище, чем в водостоке. Внимание. Три, два, один. Поехали. Давай, чемпион. Давай. А к нам присоединяется Фофф, Человек-паук. Брайан сейчас в воде. Он должен спуститься в камеру под водой. Вперед, Брайан, ты молодец. Брайан, поторопись. Я сейчас. Постарайся быстрее набирать воздух. Постарайся делать это быстрее. Отлично, все хорошо. Очень хорошо. Вилли обещал тебя поцеловать, когда ты выберешься. Да, сразу после Фофф. Али, распирай, ай, го! Он старается. Молодец, Брайан. Давай, последний рывок. После передачи дадим тебе горячего шоколада. Он двигается слишком медленно и теряет время. Я не пугаю вас, просто предупреждаю. Брайан, послушай меня, ты тратишь слишком много времени. Поторопись. Я понимаю, как тебе тяжело, но нужно поторопиться. Ты молодец, но постарайся побыстрее. Поднажми. Давай, Брайан, давай! Нужно все делать быстрее, остается мало времени. Ты почти у цели. Слишком поздно. Вы опоздали. Все, ты можешь подниматься. Ты можешь возвращаться, мы не успели. Поднимайся скорее. Подсказка сгорела? У нас по-прежнему три подсказки. Спасибо, Пасмирай. Мы скоро вернемся к тебе, Брайан. Парная, для него подходят неразлучные Эф и Кин. Им необходимо будет пройти по двойной веревке до цилиндра и при этом не упасть. Если один из них упадет, то испытание будет провалено. Внимание! Три, два, один. Начали! Давайте, ребята, давайте! Нам очень нужен этот код. Это последний. У нас уже есть три слова, вы лучшие. Давайте, двигайтесь аккуратно, но уверенно. Вот так, вот так, вы просто супер. К нам возвращается Брайан, наш ныряльщик. Но ты все равно это сделал. У нас не оставалось времени, но ты это сделал. Браво! Вот так, хорошо, честное слово, я вами просто горжусь. Вы отлично справляетесь. Осторожнее. Подожди, я выправлюсь. Прости. Иди, иди. Подожди секундочку. Они продвигаются равномерно, с умеренной скоростью. Пока все в порядке. Вы большие молодцы. Хорошая тактика. Чем ближе они к центру, тем неустойчивая веревка. Припоминаю, что Эв была не очень уверена в своих способностях балансировать воздухе. Аккуратнее, аккуратнее. А сейчас я вижу, что она очень хорошо держится. Смотрите друг на друга, дышите спокойно. Спокойно. Очень хорошо. Вы молодцы там, держитесь. Она очень дергается. Не беспокойся, сейчас перестанет. Проклятие. Только не упади, иначе все пропало. Да, точно. Не отвлекайтесь на цилиндр, идите дальше спокойно. Эф, Эф, иди, аккуратно. Я надеюсь, что им хватит времени, им осталось два метра. Напоминаю вам, что, как и во всех играх, время имеет первостепенное значение. О нет, мы не можем его взять, да? Да, не рассчитали время. К сожалению, они там были слишком долго. Они хорошо двигались, ритм был неплохой, но им просто нужно было быть чуть быстрее. Вы можете дать нам дополнительных 27 минут? Я могу. Только этого Вилли, старец Фура, не разрешит априори. Прозвучит гонг, это будет означать, что у нас уже не будет преимущества. Вы всегда сможете принести жертву перед решеткой в сокровищницу. Сейчас же мы пытаемся заработать побольше дополнительного времени, чтобы вы смогли набрать побольше золота. Хорошо. А теперь мы отправляемся в комнату советов. Следуем за паспорту. Да, время идти в комнату советов. Ну что, как я выгляжу? Это очень важный момент, время совета. Через это окно мы будем наблюдать за участниками, которые встретятся лицом к лицу со своей судьбой. Ведь старец Фура призовет их к дуэли с властелинами и теней или приготовит для них загадку. Мы скоро все сами увидим. Хорошо. Позову. Старец Фура. Старец Фура. Оливье. Вы меня слышите? Да, говорите, я вас слушаю. Да я всего лишь хотел... Извините, старец Фура, одну секунду. Киен и Эв к нам присоединяются, все в порядке. Просто два участника опаздывали. Что ж, Оливье, пришлите ко мне. Фов. Фов. Фов, я не уверен решать вам. Фов, вперед. Иду. Давай, лиса. Вот, лиса. Не переживайте, Фов, вы среди своих, вас тут никто не обидит. Я надеюсь. Что ж, Марья, дорогая Фов, вот ваша дуэль. У вас и у ластелина теней одинаковое количество цилиндров. Каждый по очереди будет класть цилиндры друг на друга. Первый, кто уронит один цилиндр или всю конструкцию, проигрывает это испытание. Понятно. Теперь, Фов, вам нужно сделать ставку. У вас есть 15, 10 или 20 секунд. В случае выигрыша или проигрыша, это время прибавится или отнимется от вашего пребывания в сокровищнице. Вы это понимаете? Да, 15. Я ставлю 15. 15 секунд. Властелин, присаживайтесь на свое место. Начнем. Начинаем. Сосредоточьтесь. Здесь все дело в сноровке и концентрации. Ваш ход. Не трогаем основу, хорошо? Неплохо, неплохо. Властелин. Ты проиграешь. Ходите. Очень шаткая конструкция. Осторожнее. Осторожнее. Вот это да. Очень хорошо. Вы отлично владеете телом. Оф, даю вам совет. Сконцентрируйтесь. Конструкция очень шаткая. Очень. Что ж, вы проиграли эту дуэль. Но, надо сказать, я вами восхищен. А теперь прислите мне Вилли. Вилли, хорошо, Вилли. Иди сюда. Может, со второй дуэлью они справятся. У вас было три минуты в сокровищнице. Ты не справилась. Лишилось 15 секунд. 15? Что ж, остается 2.45. Надо разыграть 10 и 20 секунд. Вилли, твоя очередь. Сколько мне поставить, как вы думаете? Исходи с того, что он предложит. Так как это будет загадка, то сам смотри. Хорошо. Хорошо. Все получится. Вилли, Вилли. Старец Фура. Что слышно о Мишеле Дрюкере? У него все хорошо. Когда я о нем вспоминаю, я думаю, что он мог бы через 30 лет занять мое место. Как считаете? Лет через 40, не торопитесь. Он не меняется, не меняется. Как и вы не меняетесь. Вы всегда в хорошей форме. Мне очень приятно. Надеюсь, вас тоже порадовать. Вы можете просто сказать неправильный ответ, и все. Но перед этим вам предстоит сделать ставку. 10 или 20 секунд. На обдумывание загадки. Что вы выберете? 20 секунд. 20 секунд. Поехали. Он смеется надо мной. Не обращай внимания. Вот загадка. Дошел до ручки Люциан. А был бывалый человек. Но жизнь его стала не сладка. Растерла его впредь. О чем идет речь? О чем идет речь? О чем идет речь? Это калач. Что? Это калач. Ах, калач. Тертый калач дойти до ручки калача-то. Так это правильно, калач или не калач? Правильно. Тертый калач. Человек опытный, бывалый, повидавший мир. Тесто для пышного калача нужно долго и хорошо мять. В каком-то роде вы и сами показали себя сейчас. Тертым калачом. Молодец. Спасибо. Я вас обожаю. Я вам не верю. Но подойдите, подойдите поближе. Подойдите, подойдите. Я вам сейчас все объясню. Не переживайте. Сделаю вам массаж. Вот так. У вас очень напряженный нервный вид. Ну что ж, берем его и сыпем столбы времени. Идите, идите. И пригласите мне Эф. Хорошо? Хорошо. Пригласите Эф. Да. Браво! Добыл нам 20 секунд. Старец фура очаровательный. Просто прелесть. Он сказал позвать Эф. Снова я. Да, она сегодня его любимица. Скажите спасибо, что мы рискуем только 10 секундами. Ну уж нет, ты постарайся выиграть. Эф. Наконец-то я увидел, как вы выглядите. Теперь мы встретились лицом к лицу. Приятно познакомиться. Итак, слушайте. Эта дуэль требует сноровки. И надо сказать, что по сути это драка на палках. Понятно. Сейчас я вам все объясню. У вас и у властелина есть одинаковое количество отверстий на своем участке. На каждой грани каждой кости написана буква. Вам необходимо отбирать буквы, чтобы сложить слово «Боярд». Но вы можете их брать только палочками. Понятно. Властелин, занимайте свое место. Тот, кто первый соберет, тот и выиграет, да? Да. Отлично. Первый, кто соберет слово «Боярд», победит. Берите палочки, вам нужно успеть за 10 секунд. Внимание, поехали. Вперед. Быть может, вы бы предпочли загадку. Нет, нет. Властелин вас пока опережает. Вы мешаете мне сосредоточиться. Я тренировался на маленьких горошинках. Перестаньте, я не могу сосредоточиться. Что ж, позвольте мне проверить орфографию. Я со своего места не разглядел. Боярд. Он слишком быстрый. Поэтому я его и выбрал. Ну так слишком сложно. Я не собираюсь окружать себя, не пойми кем. Нет, 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 и еще раз нет. Значит, я проиграла. Да. Какая жалость. Вы мне все равно не нравились. Но мне все равно было интересно играть. Мне жаль, что вы идете отсюда с плохим впечатлением. Я огорчен. Да, я разочарована. Но тем не менее, спасибо. Как жаль. Вы видели, как быстро он их собирал. Да, конечно, это действительно непростое состязание, но ты неплохо справилась. На какой букве ты остановилась? Найр, но там не хватало буквы «Д». Остальные буквы были на месте? Да, но их надо было очистить от песка. Так вот, чем ты занималась? Конечно, нет. Ясно. Под конец игры она немного устала. Ну, надо взбодриться. Вам еще нужно разгадать кодовое слово. Для этого нужно включить мозг. На данный момент есть три подсказки. Возможно, придется принести жертву. Вы это сами решите у входа в сокровищницу. У нас там будет ровно две минуты пятьдесят пять секунд. Возьмите две костяшки. Возьмите любые. Играем, играем. Ну вот. Я сожалею, но оказалось сильнее я и Эр. Вы проиграли. Идите. Комната советов. Сокровищница. Удивительно, сколько в этом форте залов. Однако у этой комнаты есть особое значение. Поскольку здесь лежит сокровище. Именно за этим вы все здесь. За деньгами. Я напоминаю, что у вас есть семь ключей. Вам нужно прямо сейчас ставить их в скважины. Паспарту. Фелинда, загоняй тигров. Что нужно делать? Повернуть ключ в замочные скважины. Семь ключей, три подсказки. Две минуты пятьдесят пять секунд в вашем распоряжении. Чтобы отгадать слово, забрать сокровище и вернуться. Этого мало. Если у вас есть какие-то сомнения, то принесите жертву. Это лучший способ получить больше сокровищ. Три цилиндра. Раздайте их. Сейчас я потяну за рычаг, решетка начнет подниматься. И с этого момента начнется обратный отсчет. А это там? Что мне делать? Три, два, один. Поехали. Решетка поднимается. Объясните мне. Что мне делать? Хватать. Хватать вот это? Вода. Вода. Вода, первая подсказка. Воздух. Велосипед. Насос. Точно, насос. Бензоколонка. Точно, насос. Насос. Н. Я встаю на Н. Ясно. Я встал на А. Есть. Я встаю на С. Максим, вставай на О. На О. Брайан, тебе остается С. Ищи ее. Вон она. Все, мы готовы. Внимание на колодец. Фелинда. Голова тигра. Ура, набирай. Набирайте больше, ребята. Давайте, вперед. Скорее, как можно больше. Набирайте, набирайте. Отлично. Вот так, молодцы. Отлично. Бегите, ребята. Фов, Максим, Кин. Быстрее. Решетка опускается. Возвращайтесь. Решетка опускается. Отлично. Отлично. Как много вы собрали. Здорово. Отлично. Ну что ж, у вас прекрасно все получилось. Вы быстро угадали кодовое слово «насос». Браво, Вилле. Спасибо. Все эти ранения были не напрасны. Ну, конечно. Первое слово было «вода». Мы можем откачивать воду с помощью насоса. После этого был воздух. В насосе всегда должен быть воздух. Велосипед, у которого есть шины, их подкачивает насосом. И в конце концов, бензоколонка – место, где с помощью насоса подкачивает шины. А теперь вернемся к нашему собранному сокровищу. Сейчас весы покажут, сколько денег вам удалось собрать паспорту и пасмирай. Я вас прошу, продолжайте. Волнительный момент. Немало. Да, могу сказать, что вы с пользой потратили отведенное вам сокровищницу время. Взгляните. 15 850 евро. Вот это да, отлично. Спасибо. Собачки будут довольны. Да, Эф, теперь несколько слов о компании. Я в полном восторге. Я благодарю свою команду. Они были на высоте. Благодаря всем нам, питомники для бездомных животных во Франции смогут прокормить всех животных в течение этого лета. И даже более того, исходя из суммы, можно будет покрыть и другие расходы. Денег, чтобы прокормить их всех не хватает, а с такой суммой они все смогут хорошо питаться. Ура! Мы молодцы. Мне кажется, что сегодня многие друг другу полюбились, несмотря на раны. Вилли, ты сегодня был на высоте. Ты был просто прекрасен. Да, я настоящий мужчина. Спасибо за участие. Спасибо вам за прекрасный вечер. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Смотрите нас на канале Франс 2. И наш девиз «Быстрее, выше, сильнее». Производство русской версии SDA Media по заказу телекомпании Stream. Смотрите нас на канале Франс 2. Смотрите нас на канале Франс 2.